Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Прошло 19 человек. Это по нашему отделению. Тяжелые случаи? Случаи разные бывают. И в том числе есть и дети, есть и взрослые люди. Вот. И если вдаваться в историю холодовой травмы и ее развития, здесь можно, в принципе, рассказать последовательно, откуда что берется, чтобы люди, которые с этим сталкиваются, могли правильно оценить свои возможности и своевременно обратиться. Я хотела сначала спросить, кто чаще всего попадает все-таки на больничные койки и почему? Давайте сразу определимся. Есть понятие такой группы риска. То есть есть люди, которые принципиально либо не могут отвечать за свои поступки. Это дети маленькие, это недееспособные какие-то граждане. И вторая группа – это больные с хроническими заболеваниями и пожилого возраста люди. Вот если взять детей, то от года до пяти ребятишки, ну, во-первых, у них еще не развитая сердечно-сосудистая система. Кожные покровы очень тонкие, очень восприимчивые, поэтому они больше всего и чаще всего подвержены к отморожениям конечностей каких-то выступающих частей тела, это уши, нос. Вот люди с хроническими заболеваниями порой не рассчитывают своей силой дойти из точки А в точку Б при таких морозах. Ну, скажем, за продуктами человек пошел и в период, в общем-то, своего передвижения получил отморожение. И такое бывает. То есть если ты даже в соседний магазин пошел. Да, к сожалению, и такое бывает. Ну и также это старшая возрастная группа. Потому что, ну, конечно, дети должны беспокоиться о стариках, покупать их, покупать им продукты, создавать возможности, чтобы они нормально жили. И оно, когда человек живет один, ему нужно и покушать, и взять какие-то вещи. Ну, просто деваться некуда. Да, ему деваться некуда. И в этом случае, когда он выходит на улицу и сталкивается с погодными условиями, к сожалению, бывают такие случаи, и человек может замерзнуть. А вот как нужно одеваться, как нужно одевать своих детей, чтобы все-таки избежать обморожения? Мы говорим о маленьких детях, о пожилых людях. Ну, здесь банальные вещи, они, в принципе, муссируются во всех изданиях. Вот, я не буду, как говорится, открывать Америку. Так можно больше вещей надевать на себя или все-таки нет? Да, Америке не открою. Здесь должен принцип капусты быть. Я его так называю. То есть человек должен надевать несколько одежд, но вся одежда должна быть очень комфортная. Между прослойками должен воздух всегда проходить. Нежели одну тяжелую ношу одеть на себя и идти потеть. Обувь должна быть не тесной сама собой. И, естественно, не должны выделяться какие-то голые участки тела. То есть, ну, иногда вот смотришь в транспорте, молодежь этим... Страдает у нас. Страдает, скажем, да. А также, в принципе, нужно одевать и перчатки, и рукавички, не стесняться этого. Это придумано не каким-то одним человеком, это придумано нашим народом, чтобы беречь руки. А сколько ребятишки могут находиться на улице в мороз? Вот маленькие, да, чтобы там ручки и ножки не замерзли. Ну, здесь нужно сказать одну такую. Здесь все зависит от ситуации, где находится этот ребенок. И такие провоцирующие факторы... Ведь сам по себе мороз, он не страшен. Страшена влажность и ветер. Влажность проникает под одежду, а ветер уносит тепло. То есть теплопродукция у детей еще гораздо не оформлена. Теплоотдача очень высокая. Поэтому теплоотдача уходит, компенсации нет, и тело быстрее остывает. Поэтому, в общем-то, происходят такие поражения открытых участков тела. К сожалению, это бывает. А вот как питаться? Что употреблять, а чего не употреблять? Потому что у нас многие согреваются какими-то горячительными напитками. Здесь я скажу однозначную фразу, что... Ну, давайте немножко назад вернемся, к тому, что до 90% людей, которые к нам попадают, и не только к нам, то есть это статистика общесоюзная, взрослого населения, это люди в алкогольном опьянении. Отсюда вывод, что алкоголь и холод — это несовместимые вещи. Очень часто вот мы сталкиваемся с такими ситуациями, когда молодые люди, это касается и сельских жителей, в том числе, садится на машину в тапочках, едет в соседнее село, машина глохнет, он пытается машину как-то вернуть, на дороге стоит, замерзает, и привозят его, к сожалению, уже к нам с целью не какой-то помощи, а уже на хирургический стол практически. Страшно. А каковы первые признаки обморожения? И вот что делать, если все-таки уже обморожение не удалось избежать? Можно ли растираться снегом? Вот у меня коллеги спрашивают. Давайте к этому вернемся опять же. Снег сам по себе состоит из кристаллов. И когда произошло отморожение, чувствительность этого участка, данного участка, крайне снижена. Поэтому кристаллы, сами попадая на кожу, наносят механические повреждения. И мы с вами четко не знаем, что в этих кристаллах снега содержится. Потому что это уличный снег. Мы взяли его с улицы. Кто на этот снег, я не знаю, может быть, какую-то нужду справлял, может быть, еще что-то. Человек берет, наносит себе на кожу, получает... Или какая-то химическая жидкость от машины попала. Да, или что-то машины, химические реагенты. Все что угодно может быть в этом снегу. Поэтому каждый принимает сам на себя возможности. Я категорически... Первые признаки хотелось бы узнать. И все-таки когда уже обращаться к специалистам? Признаки сами по себе, они, как видно, невооруженным глазом. Человек почувствует, они менее... То есть пропадает чувствительность. Кожные покровы становятся бледными. Движения скованы. То есть это самые первичные признаки, которые можно увидеть на лицо и почувствовать саму человеку. Значит, в этот период надо человека, конечно, поместить в теплое помещение. Если есть признаки повреждения кожи, то есть не возвращается чувствительность, это так называемый дореактивный период, когда человек попадает в такую ситуацию. Здесь наложить надо сухую повязку. То есть никаких мазевых основ, либо еще что-то, чисто согревающие компрессы сделать. И человека передать в специализированное учреждение. Это будет правильно. А вот на данный момент можно ли получить квалифицированную помощь в вашем ожоговом центре? Все ли могут ее получить? Мало ли что вот так вот произойдет. Ожоговый центр работает в режиме круглосуточного оказания помощи. Это всем жителям Алтайского края и гостям, которые попадают в наш регион. Естественно, по самовыдвижениям я бы не занимался, если что-то получилось, такая непредвиденная ситуация. В первую очередь нужно поместить человека в теплое помещение, вызвать скорую помощь. Ну и дальнейшая все маршрутизации, она вся расписана медицинским работникам, как действовать в той или другой ситуации. Попадая в наше учреждение, оно является специализированным. У нас достаточно высококвалифицированные врачи, которые могут и диагностировать, и проводить, оказывать квалифицированное полноценное лечение. Все-таки я думаю, что мы советуем каким-то образом избежать попадания в ваш ожоговый центр. Конечно, потому что все случаи, которые после операционного периода, практически все случаи, они приводят к инвалидизации. Если при ожогах мы еще получаем какое-то рубцовое изменение, еще что-то в этом плане, то в случае отморожения, глубокие отморожения, это практически 80% это инвалидизация. Ну в общем, что мы скажем? Одевайтесь теплее людям. Конечно, скажу, что берегите свое здоровье в преддверии Нового года. Постарайтесь беречь свое здоровье. Ну и желаю вам всех благ в наступающем году. Спасибо большое, Виктор Васильевич. А я еще раз хотела вам напомнить, одевайтесь теплее и будьте здоровы. А сегодня нашим гостем был Виктор Сигитов, исполняющий обязанности заведующего Центра термических поражений Горбольница номер 3. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова